Вы это слово скажите кому-то, что сеет, да, сеет, все знают, посевная. А что сеет? Будут называть сестерскохозяйственную культуру. И гречка, и тут чего только нет. А слово, что сеет? Вы думаете, вас поймут, о чем вы говорите? Слово? Ты о чем говоришь? А только одно и сеет, то надо слово. А все, а со мной это естественно. Даже падает, вот смотришь, в прошлогодние, где был подсолнечник, нарастает, там упало где-то, прозимовало ли. А слово Божие необходимо сеять. И обязательно должен быть сеятель. Само оно не сеется. Вот сейчас прочитали апостольское чтение. Его читают сегодня во всех православных храмах мира. Нам, последним посланникам. Каким посланникам? Когда посланца нету. Бог предназначил быть как бы приговоренными. За что? Понимаете, вопросы простые. Почему нормальные люди живут? Почему этим посланникам-то нельзя нормально жить? Ну нормально живет патриарх, его охраняет милиция, президент с ним рядом, дарят иконы друг другу. Почему нормально не могли жить эти посланники-то? А они обличали царей, начальствующих. А сегодня слова не скажут. Ведь сегодня абсолютно антинародный режим. Разграбили государство. 70 лет работали бесплатно, и независимые все отдали, все разбезли, все по заграницам. И все это официально пишут. При открытых шторах безумно пируют. Почему патриархи еще не говорят? Почему митрополиты молчат? Губернаторам не идут. Ведь изменить обстановку можно. Они бесноватые. Наверное, если человек так не делает, когда другому есть нечего, а тот, говорит, получает в три с половиной тысячи раз больше. Министр просвещения у нас получает больше учителя в три с половиной тысячи раз. Ну что это, разве нормально? Я вам говорил только один. Алюминиевый магнат каждый год получает прибыль 240 тонн золота. Когда на зуб человек в золоту не достанет. То, вот почему апостол Павел и говорит об этом. Нам, последним посланникам, Бог назначил так. Но он так думал. Мы знаем, они были еще не последние. И у вас тысячи наставников. Каких наставников? Ни одного нет. Сегодня-то сказали. Я родил вас. Да никто и не родил. Люди этого рождения не знают. Рождение свыше возможно только от Бога, от Духа Святого через слово. Сеетель, сеет семя. А как растет, мы не знаем. Встает, смотришь, зелень появилась, прокленулась, дальше идет в колос. В первом послании Петра 1.23.25. «Как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, а Слово Божие, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве засосла трава, и свет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Не просто Слово Библии на полочке стоит, а которое вам проповедано. Еще сегодня могут сказать священники, да, это Слово Божие, которое проповедано, не забывай, через запятую. Оно проповедано. Когда ты в последний раз проповедовал? И как проповедовал? Слово Божие живо и действенно. До разделения души и духа составов у мозгов. Оно по мозгам бьет. Оно по суставам бьет. Оно оживотворяет. Оно массаж делает человеку. Придумали лечить его, укалывали, как Слово Божие это все есть. И волы эти глубинные, при том до самой глубины сердца достают. Вышел сеять и сеять. Слово сеять. Сегодня будут говорить на эту тему. Но сеяние никакого нет. Сеять надо, чтобы все сеяли. Не так, что один в деревне бы сеял, а другой не сеял. Вот как наступает весна, переполнены электрички. Все едут с котонками, покупают семена, сажают с надеждой на осень. Я встречал людей с званием. Он полковник. Помогал мне вести занятия в летном училище. Гляжусь, с тяпкой стоять. Я говорю, а что? Не хватает. Все работает. И сеешь. Да. Работают все на земле. Земля несет нравственное начало. Он стал и он говорил, так вот, с человеком, когда работаешь, это почва, земля, куда ты бросаешься. В этом нравственное начало. Уча другого, я сам учусь. Смотря как человек тот не принимает или не понимает, я сам вспоминаю, где бы я был. А если услышав, почему, так мало плода. Говоря другому, мы сами ведь учим. Вот вам доказательства, если Господь позволит сегодня крещение. Наша сестра, она очень активная. И нашли ее, не мы, а сам Господь, через случайный разговор в магазине. Дальше она начала сама искать. Такая активная. И вот смотрите, ее выгоняет, она едет. Пришла, закупила все книги, это три с половиной тысячи надо было отдать. Закупила, повезла, ее выгнали. Она с ними обратно вернулась. И опять ждет. Год прошел, она опять поехала. А если мы сидим на одном месте, у нас ничего не будет. Не надо думать, что для нас Бог ограничил тем, что мы находимся здесь. Мы тоже последние посланники. И нам тоже Бог верил. Но мало что тысячи наставников. Павел говорит, я родил вас. Когда кого ты родил? Сам себе ставь вопрос. Ну сказал бы патриарх, а я родил президента духовного. Вот бы здорово было. Он обратился бы, президент этот. А сегодня только вылавливает. А у президента Дмитрия, жена еврейка, Светлана. Как вы думаете? Благо, если она еврейка, состоит со свечей. Истинно еврейка со свечей стоять не будет. Она должна мимо храма пройти, прюнуть и сказать, чтоб ты провалился. Идольское капище. А она стоит, значит, она крещеная. Надо только радоваться. Возвестить истину. Дать им понятие о Христе. Что мы верим в того Христа, который пришел по обетованию. Ну кто пошел и рассказал? У меня доступа туда нету. А я вижу, с ним рядом стоят священники, архиереи. А ведь никто не скажет. Все зажали. Ты не цени свое положение. Пусть меня сегодня выгонят. Но я скажу, что должно. Заметьте, Иоанн Креститель. Дошел до солярки. Не должно тебе иметь жена. Она незаконная. Смотри, какие красавицы израильные. Израильные истинцы. Сколько игреек. Красивых игреек есть. Бери любую. Нету брата, жену отнял. Не должно иметь пример дурной. И он говорил до тех пор, пока голову ему не осыпли. А сегодня церковь отвечает в память усекновения главы пророка и претещины. Надо идти. Надо сеть всеми всюду. Колоннам 1.5.6. В надежде на уготованное вам на небесах. О чем вы прежде слышали в истинном слове благословения. Которое пребывает у вас, как и во всем мире. И приносит плод. И возрастает. Как и между вами. С того дня, как вы услышали и познали благодать Божией в истине. И все, говорит, мы вам проповедовали. Смотрите, как. Вы слышали прежде в истинном благословании. А если вы не слышали, какой просто ты, Павел, ждал. Вы это не посеяли. Дальше заросли мы все терновником. В огородах ничего не было. Поля вы пустовали. И как и во всем мире приносит плод. Что слово. Мы православные не приучили к этому. И я вам говорю, как вот сейчас новая сестра, мелкие десятики. Бабушка только пришла, говорит, я верю в Бога. Пока я вот здесь рада, дали за дальшим. 12 человек привела сюда. Обратятся, если привезли сюда, дали к нам, на собрание. И она говорит, я вовсе не нашла, пока нет. Сегодня утром только встало, рано. Некогда ей пойти к своим. Мне надо еще четырех найти. Вот какое им задание. Быстрорастущие, самые быстрорастущие общины. По десять тысяч человек. И снимки показывают. Они приходят, сережки, ожерелья, кольца, все отдают. Все, все абсолютно себя жертвует. Так они верят. Ну разве нам нечему поучиться здесь? Исайя 32, 20. Блаженными сеющие при всех водах и посылающие туда вала и осла. Надо всюду везде сеять. Вот наши малые ослы сегодня поедут туда. Ну пусть через наших ослов Бог там свое дело сделает. Сегодня мало людей, завтра будет, может, больше. Мы попросили всех, кто был в прошлый раз, девять человек, чтобы они другим позвонили, сказали. Ну вот погода хорошая, все на огород бросились у них и сказали. Но все равно кто-то придет. И мы их уже не можем оставить. Иногда мы ошибаемся у нас в университете. И вдруг говорят, университет будет закрыт, потому что праздник завтра. А мы пропустили это. Мы все равно обзвоним своих на одного человека на дежурство, чтобы случайно кто-то с города придет. И мы его не толкнули, сказали, у нас сегодня занятия нет. Он подойдет, а в другой раз он не придет. Что может, да, ему пригласили на следующий раз. Здесь особенно надо быть внимательным. Это младенец. Он только-только ищет еще. Лука 8, 11. Вот что значит притча съесть. Семя есть Слово Божие. Не просто Слово, а Слово Божие. Слово Божие нельзя сеять, если его нет. Значит, оно должно быть. Хорошо, когда у каждого есть Слово Божие. Вот маленький ребенок, а вы старайтесь, чтобы у него был свой Новый Завет. Чтобы он чистыми руками открывал, закладка была, никаких отпечаток не было. И продвигался вперед. Дома сам открывал Слово Божие. Если у вас нет, средите ко мне. Я вам подарю. И Евангелие, и Новый Завет. Нас обильно Бог благословит. Сделайте детям своим подарок. Я вам говорю. Один стих, ты можешь выучить. Давай вместе запиши один стих. Нашел хороший стих. Звучи на язык. Запомни, глава такая, стихой. Вмонтируйте в сознание детей близость Господа к ребенку. Чтобы Бог любит. Чтобы с ним Бог заговорил. Он говорит, да, я много считал родителей. И говорит, но потом сам как проснулся, я понял, что это мне Бог говорит. А если бы он не слышал, он бы эти слова не сказал. И какую веру Бог дает. Ты увидишь, как ребенок начнет меняться. Марк 2.2. Тотчас собрались многие. Так что и у дверей не было места. И он говорил им Слово. Мне Бог позволил и это испытать. Когда я вел занятие в Ахтамзаре, это по 700 примерно человек. И негде было. И мы договаривались, что на занятия приходят. Аудитория у нас не такая большая на 100 человек. То наши, которые уже покаялись, приняли крещение, чтобы в коридоры выходили. А сейчас у нас на третью часть пусто. А почему? Все в храм ходят. Все ходили попы. Всех. Я говорил им, встречая в горы, не ходила, ходила. А на Испуне сказал, в священник. Он сказал, больше не ходи, иначе закрещать, и не допущу. А ты ходишь, а в церковь ему дали ходить. И попы ее не ищут. Разборит. Волк, лютый, вот сожрал ее. И она радуется. Это у меня в доброе время было, я ходил к вам. Священники отбили. Ни коммунисты. Нет. Ни кришновидцы, ни мусульмане. Попы. Сегодня самая большая опасность от священников. Это напасть какая-то на Россию, да, видимо, на других. А что делать? Спросить. И Бог что-то сделает. Я не знаю, что. Страшно сказать, но Бог будет принимать какие-то экстренные меры. Как в Израиле было. Собрал их всех и убил, как порог Илья. Как было в 37-м году. Наверное, приходили, арестовали и тужа расстреливали. Даже до суда не давали люди. Матфея 13.19. Ко всякому, слушающему, слово о царстве и не принимающему, приходит лукавый и похищает. Это тайное. За нашими ушами, за нашими глазами, за нашей спиной делается. Мы не видим. Сидишь, продремала, ничего не услышала. А сзади стоит лукавый и стучит копытами. Все отнял. Ты скажи, что я сегодня говорил. Выйдут из храма, не знаю, с плащущими, плакать, с радующими, с радостью. Ну, это легко запомнить. И снова, сеете, сквалу сеет. А дальше говорится, сеете, сеет Слово Божие. Чтобы Слово Божие заговорило с нами, сразу скажи тебе, когда ты услышал первый раз Слово Божие? Как ты к нему отнесся? Кто тебя убедил в этом, что Слово Божие? Как ты стал правильно понимать, кто истолковал тебе его? Вот у нас был Златоуст, Блаженна Святой Влад. Теперь, а кому ты сказал Слово Божие? Переписывайтесь с дектантами. Пишите, посылайте брошюры, материалы, директ, материалы, приди ко мне. Маленькие газеты о крещении, о церкви, о покаянии, о Библии. У нас много материалов. Ну, приходите. Я вас зову. Сеете. Не будете сеятелями, ничего не вырастет. Каждому, кто трудится, будут посланы особые служители Божие. Они будут помогать, чтобы Слово ваше было разбавлено верою ваше, в первую очередь. А потом и тех, кто слушает. А то я Слово, и ты ребенку говори, я тебе дал Слово Божие. И вот считаешь, посмотри, что здесь написано. Выбери время, 10 минут. Ну, не такие же, это уже большие часы. Покяни маленько, речь и нам опять. Ты на каком месте считаешь? Где у тебя закладка? Да сделай тебе запись. Движется у тебя или нет? Если ребенок не приучен к Слову Божию, сегодня, то завтра, может быть, слишком поздно. Постарайтесь поспешить алтарь в душе ребенка установить. И покажи ему, что ты стеетель. Возьми его за руку. Покажи, как семя бросалось. Возьми горсть пшеницы брось и скажи, вот так ты кому скажешь, придешь в школу. Вот сейчас ходят с разъезда к вам. И мама одного все время приезжает и у садов там стоит. Я хожу на малины, я встречаю, что? Ну, я вот поторопила, в брюках, она в деревню не заезжает. Она ждет там своего сына. Как нравится ему это. Он уже спрашивает вечером, а мама завтра в школу опять идти. Он с радостью. Вполне возможно, что его кто-то будет обижать. И я думаю, что может обижать их деревенские. Непрерывно в окна смотришь. Вчера говорил, сегодня отойди в сторонку, поставил в простенок. Сдай назад три шага. Нельзя таким окаянным быть. А дой тоже каждый день говорю. Непрерывно всю службу разворачиваются, смотрят. Хулиганите. Сразу сказал, обращайтесь ко мне. Родители не будут наводить. Возьму на себя эту обязанность. К нам приходят неверующие. И чтобы ребенок жаловался на верующих, более постыдного ничего нельзя найти. Они приходят и другим разговаривают. Она говорит, а у себя в плотчине, я слышала, там так в школах, там и дерутся, и что. Здесь этого нет. Я с ней поговорил. Она с расположением, это душа. Если Господь позволит, она что-то будет даже иметь от нас. Поехали с батюшкой, бежу, она опять там стоит. Я говорю, торопилась опять показывать тебе на блике. Она уже поняла. Она, я вам говорил, как заведующий клуба, сказал, ну у нас принято. Я не сказал ей конкретно, у нас принято по-женски. Они говорят, так я сейчас сделаю. Она видимо побежала домой, прибежала одета по церковному. Платье до полу. Это же Бог только делает. Слово, растворенное верою. Вышел сеять и сеять. Мы сеем. И нельзя сказать, что здесь все семя даст плот. Иное попадает в терловник, а иное на камни. Схватился, а потом и нет. Мы ходили по городу много. Обратилась одна душа. Одна. Из тысячи одна. Да какой же этот процент маленький? Но Слово Божие дало плот. Это активная душа, и она стала другим говорить. Она побежала в дома инвалидов везде. Нам Господь дает таких. А на занятия, в другой раз приходят, смотришь, совершенно случайные люди. То дымом от него пасли. Начинаем работать. Говорим, как одеваться. Хотя бы на занятия к нам. Одни отходят, другие приходят. От нас это не залетит. И сеющие, поливающие ничто. Упрекать этим не надо. Моя благодать была бы. Я бы ее сейчас дал. Она от Господа. Я ей воспользуюсь. Благодать призывающая. Это сеяние. Благодать обращающая. Это чтобы семя просло. А благодать освящающая, чтобы на нее постоянно лил дождь. И чтобы она возросла. И чтобы жизнь в ней была жизнь. Это здесь в церкви надо быть. Это ходить на исповедь, причащаться. В свое время. И есть опять о чем молиться. Превратим это в молитву. Господи, хочу быть сеятельным. Я хочу, чтобы эти девочки были сеятельными. Вложите в ней слово. Повторяю. Я могу дать каждому вашему ребенку слово Божие. Привите ко мне. Бесплатно. Аминь. Аминь. Спасибо. Благодарю. Продолжение следует...